Продолжение следует... И сегодня будет объявление о том, что мы запускаем вторую часть нашего курса, а именно разработка семестрового проекта. Защита этого самого семестрового проекта будет основным пунктом вашей финальной оценки. До этого мы еще дойдем в конце. А вообще-то сегодня день такой разгрузочный-загрузочный, потому что я буду много говорить бла-бла, это относительная разгрузка, я надеюсь, что не загрузка. Но среди этого бла-бла будут встречаться разные важные пункты, на которых я буду настаивать как раз при оформлении семестрового проекта, это будет такая загрузка. Кроме того, в конце нас поджидает довольно мутная загрузка от CMD, но всему свое время. Давайте еще раз вспомним, что такое распределенная система контроля версий, какие у нее функции. Во-первых, конечно же, это версионирование, то есть соблюдение, отслеживание версий наших объектов, которые у нас лежат в репозитории. И хранение, во-вторых, хранение этих объектов тоже. Выяснилось, что версионировать это, конечно, хорошо, но такие системы, как правило, должны еще и хранить. Собственно, слово репозиторий означает, в первую очередь, хранилище. В-третьих, история изменений наших объектов в репозитории образует некоторый граф, точнее, ориентированный граф без циклов, то бишь сеть. И с этой историей надо как-то уметь работать, в том числе организовать сам процесс поддержки этой самой истории таким образом, чтобы удобно было разрабатывать. И мы с вами видели, что для этой цели есть всякие ветки, то есть вот этот граф может быть в течение какого-то времени состоять из нескольких поименованных фронтов работ, которые время от времени друг с другом сливаются. Вот. Что есть понятие, собственно, почему граф, почему, в смысле, почему сеть, почему есть узлы, в которых эти направленные, направленные ребра смыкаются, потому что у нас есть межкоммит и вообще совмещение, совмещение историй. Вот. Саму историю, в принципе, можно менять, мы это тоже смотрели. И вот. Единственное, что, когда вы меняете историю, заботитесь о тех людях, которые, значит, эту историю уже к себе проимпортили в свой репозиторий, и дальше они будут страдать. Ну и так далее. На самом деле, как мы уже видели, гитбук – это довольно большая книга. Нечего и думать, что несколько раз по части лекции мы все возможности гита рассмотрим. Тем более, что на самом-то деле гид опознается в практике. Меня вот спрашивают, а насколько там условно разработчик, который линейно разрабатывает, знает гит? Хотя он прям сидит в гите. Знаете, я отвечаю, что если разработчик жмет кнопочки в какой-нибудь системе, в каком-нибудь IDE, типа пучарма, то, возможно, он вообще не знает гита. Да? Ему сказали, на какие кнопочки жать. Дальше он, олит ему говорит, когда это делать. И он жмет. Но если разработчик так или иначе контролирует процессы разработки, то есть это его собственный репозиторий, с которым он работает, с которым он взаимодействует с другими людьми и так далее, то рано или поздно он просто, не пленившись прочесть соответствующую документацию, на практике начнет пользоваться довольно большим количеством списков фич из гита. В чем, возможно, некоторые из вас убедятся, когда будут делать семестровый проект. Главное – не лениться читать документацию. На самом деле, помимо технической нагрузки у системы контроля версии есть нагрузка информационная. Потому что, понятное дело, было бы очень здорово, чтобы весь процесс разработки был каким-то образом задокументирован, и, допустим, вновь пришедшие члены сообщества, которые видят все это в первый раз, мог бы посмотреть на вот эту самую развернутую историю с описанием того, что происходило, и понять, что, зачем и когда вообще было в этом проекте. На самом деле, совершенно не обязательно должен быть совершенно новый человек, который пришел к вам в сообщество. Это можете быть и вы сами, потому что очень трудно, практически невозможно вспомнить, что это дело полгода назад. Если проекту больше полугода, то вот вам, пожалуйста, пример, когда нужно-нужно-нужно информационное пространство. Опять же, мы поговорили о том, что есть, собственно, описание процессов в коммит-сообщениях. Мы поговорили о том, что коммит-месседжи должны быть информативны в плане того, какую задачу решали, а не какие действия проделали, потому что какие действия проделали, можно и в гид-дифе посмотреть. Мы поговорили о важности тегов, как маркеров, таких закладок в разных местах разработки, которые отмечают различные стадии или ключевые точки и так далее. И в частности о том, что если тег аннотированный, то он является объектом GITAL, хранится прямо в репозитории как объект, его можно подписывать, и подписанные теги могут служить некоторым инструментом для организации более высокоуровневого инструмента, который позволяет уже вести совместную разработку, имея в виду не только то, что умеет гид. Про это мы вкратце попытаемся сегодня поговорить именно на уровне бла-бла. К сожалению, бла-бла сегодня будет много. Терпите. Значит, какие есть далеко не все, но в моем представлении главные модели организации, совместной разработки, вот эта штука не закрывается. Для начала, так сказать, историческая модель. О, спасибо большое. Так сказать, историческая модель, она же названная мной классической, которая состоит в том, что мы об этом говорили в 321 группе на практикуме, что вообще говоря, 20 лет назад далеко не все люди могли вот так свободно накликивать какие-то функции совместной работы через интернет с помощью броузера. Вовсе нет. Люди ставили себе на машину некий софт под названием ГИТ, с помощью этого ГИТа, софта, вели разработку, а обменивались промежуточными результатами разработки по каким-то левым сторонним каналам, ну, например, по электронной почте, кстати, не такой уж левый канал, в ГИТе есть даже поддержка автоматической отсылки по почте набора коммитов, точнее, патч-сета. Прямо так. Прямо жмете гидсенд емейл, он спрашивает, кому, и он шлет его автоматом по почте. Главное, чтобы ваш почтовый сервер от вас такое письмо принял. В современном мире это не принято. 20 лет назад было принято, что от произвольного человека с помощью специальной команды можно было отослать почту. Соответственно, как это выглядело в классической модели? У нас есть некий публичный репозиторий самого проекта, он называется там, условно, Апстрим. Разработчики с ним синхронизуются, за этим Апстримом следит какой-нибудь товарищ, например, его автор, главный, так сказать, лид. А разработчики, которые участвуют в процессе разработки этого самого продукта, они что делают? Они просто берутся и на стороне что-то делают, потом формируют патч-сет с помощью там гид того же самого формат-патча, о котором мы говорили в прошлый раз, или даже вообще не делая гид формат-патч, просто говорят «гид send email» и показывают этому гид send email, какое количество коммитов надо отослать в виде почты туда. Кстати сказать, команда «гид АМ» это «АМ» расшифроется как «apply mail», то есть на самом деле «АМ» предназначен, вы просто ему передаете почтовый ящик в специальном формате, в формате mailbox, и он оттуда, значит, выдирает все коммиты и их применяет. Так что в каком-то смысле эта схема самая эффективная, там меньше всего телодвижений надо делать, в общем, их делать даже как бы и не надо. Естественно, на этом деле наросла та модель, которую я продвигаю, по крайней мере, в наших семестровых проектах, я буду настаивать, чтобы использовалась именно эта модель. Хотя нет, такая тоже годится. В общем, все то же самое, только с более современными технологиями. У вас снова один публичный репозиторий, назовем ее «Precious Source». В этом публичном репозитории собственно публикуются исходные тексты, те, которые как бы считаются каноническими. То есть это результаты релизов или это результаты работы на других ветках, развития каких-то фич и так далее. Там вот он только для публикации. Вообще говоря, в каком-то идеале даже сам мантейнер этого репозитория туда не пушит просто так. Он где-то на стороне в отдельном репозитории делает, потом туда пушит. Но это редко когда бывает, потому что, ну, слушайте, если у вас есть запись на пуш, то, наверное, вам проще. Не надо проделывать, не надо раздвоением личности страдать, когда один я, значит, вешает pull request, а другой я этот pull request удовлетворяет. Хотя такое тоже бывает, я про это расскажу. Но в любом случае у вас есть pressure source repo, в котором публикуются исходники, а все изменения происходят следующим образом. Ваши разработчики мерзутся с этим репозиторием, вмерзут его в свой. Дальше у каждого из них есть свой собственный репозиторий, и в том числе публичный. Поэтому они решают некоторые задачи, публикуют их решение этих задач в своих публичных репозиториях, а потом шлют так называемый pull request или measure request. Вообще-то эта штука не стандартизована, и в гид она не входит. То есть каким-то образом уведомляют мантейнера pressure source о том, что пришла пора, значит, замерзиться с удаленным репозиторием, в котором нужная задача решена. Вот этот запрос на объединение, он в случае классической модели был просто патчами на почте. В случае, когда у нас есть все-таки нормальный веб, и у каждого разработчика есть свой собственный публичный репозиторий, это просто ссылка на соответствующий коммит. Чувак, помешивайся, пожалуйста, с этим коммитом, я там все сделал. Понятное дело, что в зависимости от того, насколько мантейнер этого pressure source доверяет коммитеру, он может сначала посмотреть, что там за проделанные дела, или даже помежиться в специальную ветку, потестить эту ветку, а потом уже, значит, помежиться с ней в мейн. Но это уже его личное дело. Вот. В современном мире, так сказать, продакшена популярна модель общего хостинга, когда вы пользуетесь не только, обратите внимание, что вот здесь никаких специфических фич того же самого гитхаба не упомянуто. Даже слово запрос на объединение, то бишь pull request тот самый, который есть в гитхабе, здесь переведен на русский и сказано, что вот, ну вы как-то уведомляете вашего вашего лида о том, что вы все сделали. Как-то. Хостинг, например, гитхаб, в первую очередь решает большое число информационных задач, которые гит решать не может. Вот. В принципе, модель общего хостинга такая же, как открытая, за исключением того, что вокруг таких вещей, как мерч, pull request, точнее, а в случае гитлаба он называется мешреквест, и это не совсем одно и то же. Вот. Или, например, ревью, просмотр и оценка кода в гитхабе накручено прям целое, ну не знаю, это можно назвать некоторой социальной сетью. Да? Мешреквест выглядит, как некое сообщение в специальной ветке мешреквестов, где это сообщение проглядывает монтейнер репозитория, он пишет комментарии, в этих комментариях можно ссылаться прямо на строчки этого мешреквеста с помощью коротких ссылочек, говорить, вот там ты, мужик, облажался, пожалуйста, поправь, и дальше идут какой-то спор, этот самый мужик, мужик, это в данном случае не пол, а социальная роль присылает в тот же самый мешреквест поправленный свой собственный репозиторий, что, в общем, удобно, если он взял и поправил какие-то коммиты, в которых Лид нашел какие-то ошибки, то вот в рамках одного и того же события под названием мешреквест можно эти коммиты долить, а старые удалить или там новые, ну, короче говоря, и все они, значит, там тусуются, тусуются до тех пор, пока Лид не скажет о, хороший, годный, хороший, годный этот самый мешреквест, сейчас полреквест, хороший, годный мешреквест, господи, я путаюсь в этих терминах, потому что они разные, неважно, вот, сейчас я нажму, собственно, кнопочку мешр, и, наконец-то, все это приедет в мейн, и оно приезжает в мейн, вот, это очень удобная штука, вот, тем более, что на такие вещи, как мешреквесты или ревью, события или еще что-то, можно, как я уже говорил, вставлять короткие ссылки, ссылаться на них, там, в личных сообщениях, и так далее, и так далее, да, вот этот вот процесс разработки, внезапно, даже несмотря на то, что он полностью распределенный, вот все эти люди, которые участвуют в этом деле, могут находиться во всех уголках земного шара, вот, становится удобно, при одном, в одном важном условии, да, мы все пользуетесь гитхабом, и больше ничем, потому что, если вы начинаете внезапно пользоваться не гитхабом, а чем-то еще, выясняется, что другие старые способы работают, ну, так себе, если вообще работают, я вообще не уверен, что на гитхаб можно пересылать по почте патчсета, кажется, нельзя, не помню, предполагается, одна конкретная, один конкретный workflow работы, хотя в нем очень много разных вариантов опциональных, вот, кроме того, мы про это краем глаза, краем уха поговорим в самом конце семестра, общий хостинг, как правило, предоставляет такие интересные вещи, которые уже совсем никакого отношения к гиту не имеют, но имеют отношение к совместной разработке, как автоматический диплоймент, автоматическая сборка и автоматический диплоймент, особенно это хорошо в проектах, где кроссплатформных, например, на питоне, где вообще-то было бы неплохо понять, вот вы тут ценокомители, оно вообще из него пакет-то можно сделать, причем под винду, под линукс и под макось как минимум, а еще лучше под несколько линуксов, или нельзя, или в каких-то случаях, значит, там, условно говоря, под линуксом собирается, под виндой нет, или не ставится после этого, или тест не проходит, ну и так далее. Так что вот много всяких полезных плюшек хостинг для нас делает. Тут сокращенец замечает, что никто не мешает переслать патч по почте мантейнер, пускай его сам оплатит, да, безусловно, но, как вы понимаете, тем самым мы заставляем этого мантейнера волшебным образом поддерживать самую старую из возможных классическую модель, да, вот он должен сам откуда-то взять этот патч, сам его вынуть, сам его заплатить. У нас пару лет назад была попытка организовать такую штуку на праке, она с треском провалилась, люди почтой пользоваться не умеют совсем, вот, не говоря уже о том, чтобы пользоваться почтой из командной строки. Так что вот, надо заметить, что есть еще одна модель, против которой я буду некоторое время, время от времени топить, хотя она ничем, в общем, не хуже, просто она другая. Эта модель централизованная, модель унаследованная от других систем контроля версий, типа СВНа, он же Сабершин, он же, значит, до этого был ЦВС, вот, в которых, мы, кстати, делали сравнение где-то в самом начале семестра на эту тему, в которых главная проблема это совпадение понятий commit и push. Для них это одно и то же, потому что у вас есть один централизованный репозиторий, в который все пушат, а не же commit. Соответственно, вместо того, чтобы коммитить красиво, когда вам захочется и когда это, ну, когда соответствующий commit действительно олицетворяет собой решение некоторой подзадачи, вам приходится коммитить тогда, когда это предусмотрено дисциплиной push, ну, push в данном случае. Вот. То есть, помните, да, когда вся задача уже решена. Получается, один такой большой страшный коммит, непонятно, свальный. И это первая проблема, которая, в общем, решаема, но решаема она чисто дисциплинарна, да, то есть человек, там, люди договариваются, в какое время суток они делают push, в какое время суток они делают pull, вот, ну, как они работают, чтобы друг другу не мешать по решению задач, что происходит в случае, если они другому все-таки помешали и так далее, да, но с моей непросвещенной точки зрения, попробовать применить огромный коммит, он же push, который делает множество разных изменений, проделанный человеком, допустим, за день, это совсем не то же самое, что попробовать помежиться с десятками таких коммит, из которых, ну, там, две трети вообще применятся сами, никого не тронут, кушать не будут просить. вот, еще одна проблема, связанная с централизованной моделью, которая тоже вполне всем разрешима, это то, что у нас пропадает вообще такая сущность, как индивидуальный публичный репозиторий, и он смешивается с веткой. В результате получается как? То, что в открытой модели, ну, соответствующей, наследниках открытой модели, играла роль, ту роль, которую в открытой модели играл индивидуальный публичный репозиторий, это место, где разрабатывает, 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 а потом делает pull request, что вот, мол, с этой точки, пожалуйста, помешивайся. Эту роль начинают играть ветки в централизованной репозитории, потому что ничего другого нет. То есть, у каждого человека есть несколько своих веток, на которых он ведет разработку, и из которых он пушит в основную или в какую-то специальную, где, значит, происходит ревью и так далее. С моей, опять-таки, точки зрения, это не очень хорошая идея, потому что мы смешиваем две, вообще говоря, разные сущности с точки зрения организации работы, публичный репозиторий и индивидуальный публичный репозиторий и ветка, это сущности разные, они выполняют разную роль. Ветки нужны для эшелонирования работы, да, помним, как вот, develop, testing, production, да, или отдельная ветка для каждого багфикса, ну, что-нибудь в этом духе. А индивидуальный публичный репозиторий для вашего личного проведения работы. А тут получается, что некоторые ветки у нас такие, а некоторые сякие. Вот. Еще одна неприятная штука состоит в том, что внезапно на весь этот репозиторий начинают распространяться какие-то права доступа или недоступа. То есть, в действительности, в настоящем таком СВНе вы не можете пушить в любое место, а только в не любое. какое не любое. Короче говоря, на систему контроля версии внезапно накладывается еще одна функция, которую мы не описали. Это функция организации ограничения доступа. Хотя, казалось бы, лучше этого не делать, лучше бы такую функцию перенести на какой-то другой уровень. Такие дела. Вот. Поэтому я, в общем, несколько топлю против централизованной модели. У централизованной модели есть один важный плюс, и это плюс, которым вы при решении, при работе над семистровым проектом можете воспользоваться, захотеть, но я буду недоволен, потому что я хочу, чтобы вы им не пользовались. Этот плюс состоит в том, что если люди сидят рядом и очень хорошо, так сказать, работают на одной волне, хорошо понимают, что они делают, можно обойтись вообще без всего. Просто каждый пушит в свое место, не глядя. Никаких там мержей, никаких там, значит, не говоря уж о пул-реквестах. Просто каждый лепит все, что хочет в один и тот же репозиторий совместный. Если, скажем, два человека, они работают принципиально разными кусками проекта, то такая схема работает на ура. Но, я повторюсь, я, наверное, я еще не дописал до конца требования к семистровому проекту за этот год, но, наверное, когда их опубликую, там будет жесткое требование использовать открытую модель и не использовать централизованную. Извините. Вот. Если мы пользуемся, да, значит, в любом случае есть такие два термина, которые стоит тоже озвучить сегодня в рамках бла-бла нашего, а именно мерж-реквест, он же пашист, это пул-реквест, хотя не совсем, и код-ревью. Когда вы принимаете, как монтейнер некоторая репозитория, запрос на объединение, там, пул-реквест, вот, это означает, что на самом деле вы участвуете в распределенной разработке, потому что в вашей репозитории ваш товарищ не может просто так что-то запушить, на самом деле, да, совсем, а вместо пуша в вашей репозитории вам приезжает такая вот волшебная штука, это такое сообщение, в котором написано, пожалуйста, дорогой монтейнер, вот тебе, значит, цепочка коммитов, я хочу, чтобы они оказались в прешиве сорс репозитории в основном, потому что я решил такую-то подзадачу, посмотри, пожалуйста. Вот. Соответственно, и эта штука, как уже было сказано, по-моему, трижды, ну, на всякий случай повторю, не является частью гита вообще, потому что это некий особый канал уведомления, по которому вы, собственно, присылаете информацию о том, что вот, работа проделана, давай мерзь. На каком-нибудь гитхабе, на общем хостинге, как правило, эти штуки связаны, у вас, после того, как вам приходит этот самый pull request, у вас прям есть кнопочка взять и замерзить, то есть, собственно, выполнить команду git merge, вот, и вообще кнопочкой накликивать на гитхабе, gitlabе довольно удобно, если знаешь, что делаешь, вот, но, тем не менее, вот такая вот штука, которая, значит, значит, отсутствует в гите как класс. Еще в гите как класс разумеется, отсутствует штука под названием review, то есть возможность приостановить процесс принятия соответствующего коммита, мерзи, вот, и обсудить, насколько качественно была решена задача, не надо ее поправить. Вот. В чем стоит код-ревью, я уже сказал, да, речь идет именно о том, чтобы конкретные коммиты сначала обсудить, а потом только принять, и для централизованной модели, когда все пушат в один и тот же репозиторий, особенно, если у вас там нету каких-то очень развеситых прав доступа и недоступа к отдельным частям этого репозитория, для централизованной модели без кода-ревью наступает, ну просто немедленное вскипание энтропии и большой взрыв, потому что все коммитят кому, кто во что гораст, в какой-то момент люди просто перестают понимать, из чего состоит исходный код, вот, ну, понятное дело, что это происходит так, так происходит не всегда, да, но вот эта часть дисциплины ревью в случае централизованной репозитория, она, ну, жизненно необходима. А вот в случае распределенной модели, вообще говоря, ревью наступает как-то автоматически, вам прислали пулреквест, или даже, собственно, этот пулреквест состоял в том, что вам, значит, прислали там, в телеграме сообщение, вон с тем, пожалуйста, померзься. Вы туда посмотрели, а там, значит, ну, такое вот, всех святых неси. Выпишите вашему товарищу в ответ, нет, знаешь что, вот я с этим мерзиться не буду, пожалуйста, ты там нарушил такие-то наши договоренности, вот, выполни их, тогда я померзусь. Вот. Но, как уже было сказано, было бы неплохо, что вокруг ивью тоже была какая-то социальная сеть, то есть, какой-то инструмент связности, в котором участвуют как раз все те люди, которые коммитили вам, да, все те люди, которые, значит, прислали эти реквесты и так далее, да, и вы с ними могли бы общаться, обсуждать нужные вам вопросы. Вот. Все это функции хостинга. Такие дела. Значит, еще немножко бла-бла, чуть-чуть, а потом хоть что-нибудь, хоть какие-нибудь командочки позапускаем. Я хотел привести пример, как выглядит, как выглядит более или менее классическая разработка не слишком огромного проекта, не слишком огромного проекта в real life. Если я правильно помню, вот есть централизованный, вот вы говорили, а есть вот какой-то у нас один лид, он смотрит вот pull request и как бы говорит, что там принимаю, не принимаю. Вот в такой ситуации, положим пример, есть какой-то курс, а туда выкладывают там лекции, задания, семинары. Студенты делают full git fetch, то есть себе вот локальной репозитории, там выполняют код, ну и вот предположим, что они не хотят делать pull request, они просто хотят вот свою работу сохранить. у себя в локальном репозитории. Понятно, что в центральном репозитории они как бы не будут отправлять свой код, потому что из него все фэнчатся, там это просто вот просто. Вот. И я вот не очень понимаю, что происходит, у них сохранилась эта работа, в центральном репозитории добавили там новые задания, новые лекции, то есть он как-то изменился. Вот где они пармежные? Сейчас. Вот, ну они делают, нужно сделать pull, ой, нужно сделать, да, вот pull. Просто мерш, обычный мерш. Конечно, а почему нет? Вряд ли в центральном репозитории изменилось что-то, связанное с работой, которую проделал студент. Там вообще ничего не было. Ну вот. Так что мерш еще будет и без каких, вообще без проблемной. Все. Это называется клон. Сначала мы должны подтянуть исходную репозиторию. Это git-клон. Потом мы с ним что-то делаем. Потом нам ректор говорит, а вообще-то я новую лекцию выложил. Мы говорим, мерш, git-мерш, говорим, из обстрима, все. Не мерш, не мерш, господи, фечь, пул, конечно, да, пул. Пул. слушайте, пул, это, извините, фечь и мерш. Пул составная команда. Сначала фечь, потом мерш. Но ведь должен возникнуть конфликт локального репозитория с... Почему? Какой объект будет изменен в двух местах одновременно? А потому что в исходном репозитории не было файла, который сделал студент? Это не конфликт. Конфликт, это конфликт о проделанных изменениях над одним и тем же объектом в одном и том же контексте. Вот. Нет. Это как раз схема идеальная, которую вы описываете, она идеально ложится на это. Более того, при определенных условиях, вообще говоря, можно даже договориться, что студенты могут... что у нас используется централизованная схема, и студенты свои отчеты тоже пушат, прям не глядя в этот репозиторий. Но тут, как всегда в случае централизованной репозитории, все зависит от административных договоренностей. Например, эти студенты дружные, они не будут гадить друг другу и преподавателю, а если будут, получат по шапке с такой силой, что больше потом не смогут гадить. Да вот. Или вы вообще пользуетесь не гитом, а какой-то специальной обмазкой, где есть разрешенные на запись зоны и не разрешенные на запись зоны, и здравствует, значит, с обвершенцем его вот этим вот access control. Вот. Вот этот самый пигмент, это, вы помните, штука, которая в питоне умеет раскрашивать всями. Давайте туда зайдем, в этот самый пигмент и посмотрим. Во, смотрите. Вот давайте мы сейчас на него поглядим. Это довольно большой проект. Вот. Там есть прям целая история разработки, понимаете? Вот. И вот смотрите, как это выглядит. Вот у нас есть межреквест, и это полреквест от некоторого человека по имени Инго Вилькман. Да? Вот. И это межреквест, и это довольно большой межреквест пулреквест от человека по имени Фан Вольф. Вот. Сделал его Матиус Ганджа. чай, ну, короче, мантейнер-репозитория. Ну, человек довольно много там наработал, видите? Вот. Вот этот человек сам по себе еще помеживался с кем-то. А, он в этот момент помеживался со старым пигментцем, потому что пока он работал в старой ветке мастер произошли некоторые изменения, и он в свою работу их замерзил, а потом с ним помеживался обратно мастер. Вот. Ну и так далее. То есть, вот так выглядит этот процесс работы. Сейчас я попробую сделать больше, то, что тут больше. Вот еще один. Это уже другой товарищ, это некий реквайзер, да, опять-таки, кто? Этот самый Матиус, Матхаус, точнее. Этот Матхаус помеживался с ним, когда тот прислал ему пулреквест, что вот я там сделал то-то, то-то и то-то. Вот такая довольно незапутанная при этом схема разработки. Вот. Хотя тут, вот видите, существует сразу несколько веток. Можешь еще, то есть пулреквест, когда мы с какого-то другого репетитория в центральную репетиторию присылаем свои изменения? Каким-то образом уведомляем Мантейнера о том, что да, о том, что мы сделали изменения. Вот. И это, собственно, главный инструмент совместной разработки. Потому что, помните дисциплину публикации. Публикация пуш делается тогда, когда вы уверены, что вы задачу решили. Ну, опять же, естественно, в совместной разработке они не тогда, когда вы домашку публикуете. Домашку вы публикуете тогда, когда получите. Значит, вот вы решили задачу, вы готовы к тому, что люди с вами синхронизоваться, начнут. И в этот момент вы делаете не просто там commit, 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 но еще и пуш. Эта штука уезжает на удаленную репозиторию, там публикуется. В этот момент вы говорите Мантейнеру на удаленном репозитории лежит решенная задача, помержся, пожалуйста. И это называется полреквест. Вся эта история состоит из каких-то отдельных усилий самого Мантейнера, вот этого Матхауса, пулреквестов со стороны разных других людей. Вот. В действительности, как часто бывает в реал лайфе, на самом деле у этого репозитория несколько человек с правом commit, то есть вот этот, например, мерж делал... Нет, этот делал Матхаус. Ну, короче, некоторые мержи делали другой человек, у него тоже, видимо, есть право пушить туда. Вот. То есть там некоторое ядро, очень небольшое, там 2-3 человека, которые имеют право комиссировать туда, вот они-то как раз друг с другом могут договориться, можно считать их одним человеком. Вот. И сейчас скажу, там есть еще одна тема, я тут даже... Для чего используются ветки? Ветки используются, например, для того, чтобы выкатывать релизы, вот эта вот картинка, да, с различными ветками. Это, например, ветки с соответствующими релизами. Там сейчас давайте найдем, на что я сослался. Во, смотрите. Вот был релиз 2.17.0, после него шла разработка. Потом случился релиз 2.17.1, и этот релиз 2.17.1 немножко дорабатывался, потому что там были, как... в него втащили фикс для макоса. Втащили фикс для макоса, решили, что нет, надо сделать еще один релиз на этой базе, потому что это важная, серьезная ошибка. Сделали еще один релиз, пометили его тегом. И на этом эта ветка закончилась. Ну, потому что она больше не нужна. В это время разработка идет дальше. вот этот вот фикс, который туда втащили, он в основной ветке был проделан по-другому. Будете считать, что, возможно, это был черепик, мы не знаем. То есть, получается, вот этот релиз 2.17.2, он вообще не отражен на основной ветке? Да. А зачем? Тогда что он... Какие исправления он делает, если... В него втащили фикс по отношению к релизу 2.17.1. То есть, в 2.17.1 был какой-то баг, для макоса, на который... Его, этот баг, как-то там исправили в процессе разработки, но релиз-то у нас 2.17.1, а 2.17.2 релиза еще нету. Втащили только то, что является багфиксом, и порелизились еще раз. И это хорошая практика. То есть, когда будет релиз 2.17.2, вот там где-нибудь выше... Вот он, вот он, 2.17.2. Когда вспомнят про эту ветку, ее замерзут. Нет. Зачем? Вот в этот странный случай. Здесь был только багфикс. Этот багфикс был уже проделан где-то там, в недрах, в процессе разработки. Значит, смотрите, как это устроено. Вот, предположим, у вас 3 ветки, девел, тестинг, релиз. Весь девел идет на девеле, потом идет тестинг. Если находятся баги, они вливаются на тестинг, мерзутся обратно в девел, если в деве, ну и так далее, вот в ту сторону. Сделался релиз. Релиз надо поддерживать. Туда нельзя мерзнуть все, что попало. Если вы будете на ветку релиз под названием там 2.17.1 мерзнуть какие-то вот все, что у вас происходит даже в тестинге, то это будет просто ветка тестинг. Что нужно, что нужно добавлять в ветку релиз? Очевидно, какие-то страшные, ну, серьезные, важные багфиксы, без которых она, ну, считается неполноценной. Вы не можете взять и добавить 2 коммита из 10. Можете, но это называется черепик. Это не мерз, это переписывание, вернее, дописывание истории. И со стороны это выглядит просто как левый какой-то коммит. Результат исправления бага же нужно записать? Результат исправления бага в основной ветке уже есть. Просто она один из 20 коммитов. Вы не можете помериться с основной веткой. Можете взять оттуда только один коммит. Это называется черепик. Он там уже есть. То есть этот баг уже подфиксили? Конечно, конечно, конечно. Можно было нормально следить, где он был. Подфиксили сделали новую ветку и туда... Нет. Давайте еще раз. Ты выкатся на релизе, когда, допустим, где у меня в Штуре без 2586, ты заметил, ага, у меня есть баг Макотинский, я его здесь решил. А в релизе у меня этот баг еще есть. Ты сделаешь себе новую ветку, от релизного состояния. Только этот баг исправляешь. И только вот это вот исправленное ветку выкатываешь в эту систему. Почему ты не сделал... Почему ты не... Вот не на шаге, где ты сделал веш 2586, вот там не выкатился. Ну, допустим, я просто сделал на два шага вверх, в черный веток. Да-да-да, не важно. Вот где-то тут. Там еще вот фикс, что ты не исправил, а в релизе там не исправил. А все остальные коммит? Вверх отдельно, а не вот это место прям выкатил. Потому что у тебя в этот момент ты делаешь еще какое-то исправление, и у тебя создается какое-нибудь обращение к какому-нибудь конфигу, который уже не существует в... В ветке 2171. В релизе. Да. Ты берешь и угадываешь это людям, люди начинают пользоваться в своих приложениях, которые умеют исправлять фикс, но обращаются туда, чего еще не существует. То есть это не релиз нифига. Сонится, все ломается. Ты же когда-то должен себя на друге делать. Ну вот когда ты доделаешь, это... Давайте я повторю еще раз, если для вас... Если я попробую переформулировать по-другому, если у вас все равно не дойдет, задайте мне вопрос отдельно, лично. Смотрите, вот этот фикс, он наверняка есть в истории где-то здесь, там вот, здесь, неважно. Но вы не можете помержиться с этой историей, потому что вместе с этим фиксом вам приедут еще другие исправления, а между тем эти исправления еще не готовы к релизу. Поэтому вам нужно прямо на релизе прямо один фикс применить. Скорее всего, такой коммит есть где-то здесь в истории, но поскольку это был черепик, это не слияние истории, это выбор одного единственного исправления. Он на графике выглядит как совершенно отдельный коммит. Все. Я же правильно понимаю, что 2.17.1, 2.17.2 это теги, а не ветка? Да, это теги. А ветка называется... Ну, вот, ну, я, кстати, не знаю. А, да, ветка называется один же оригин релиз 2.17.x ветка называется. Ну, то есть это делается для того, чтобы не нагромождать огромное количество веток, что-то у меня было бы там 2.17.1, 2.17.2, 2.17.3. он появляется только тогда, когда появляется причина, зачем нужно вносить отдельные фиксы, а все остальное не вносить. Ну, Ну, собственно, все. Да, значит, ветки. Ветки нужны для этого, и ветки еще нужны были этим людям для того, чтобы делать большие крупные подзадачи. Вот, сейчас давайте найдем такую ветку, она называлась ИМГФОНД, ИМГФОНД. Это можно здесь посмотреть. Во! А ее уже нету этой ветки. Ну, вот, обидно. Досадно. Ну, ладно, в общем, там вот в этом самом, если поискать в этой штуке, там была штука, такая ветка под названием ИМГФОНД, в которой очевидно велись дополнительные какие-то дополнительные какие-то разработки. Велись, 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 а потом с ней слились. Не найду. Слушайте, вчера я ее видел. Вот. То есть, она существовала некоторое время, эта ветка ИМГФОНД, а потом, значит, после того, как разработка подошла к концу, с ней просто с ней померзлись, и ее, в общем, это самое, ликвидировали. Вот. Для чего используются ветки? Да, вот для таких двух вещей в этом проекте. Я уже сказал, да, что еще, значит, я заметил, что у нескольких людей одновременно есть доступ на запись в это, то есть там пушат не только один человек, и мершкомиты принимают не только один человек, но, видимо, это какая-то тесная команда разработчиков, которые все хорошо понимают. Вот. Поехали дальше. Значит, еще немножко команд. У вас может быть несколько удаленных репозиториев, и эта схема с несколькими удаленными репозиториями как раз хороша, когда у вас открытая схема, когда у вас есть некоторое количество постоянных коммитеров, которые присылают вам эти самые пол-реквесты. Что вы делаете? Вы просто регистрируете каждый. Давайте я попробую где-нибудь показать, как это выглядит. У меня раньше был пример. Сейчас. Сейчас попробую. Где-нибудь среди моих пакетов почти наверняка есть пакеты, у которых есть ремоут репозиторий. Так. Нет. Не помню. Слушайте, не уверен, что надо было заранее подготовить. Хорошо. Ну, хорошо. Сейчас. Попробуем первый попавшийся. А! Я, кажется, знаю. Нет. Хорошо. Извините, сейчас чуть-чуть потуплю и вернусь к вам. Нет. Вот. Вот довольно типичная схема, когда она не связана непрямую с процессом разработки конкретного программного продукта. Это из моих монтейнерских монтейнерских будней из практики сопровождения пакетов. Представим себе ситуацию. Есть обстримный репозиторий, вот он, который предоставляет некий исходный текст. У них там есть свои релизы, свои коммиты, вот это все обстрим. Не я, я не обстрим. Есть какая-то группа патчей, которую я накладываю на этот самый апстрим, после чего публикую в своем собственном репозитории. Когда я публикую это в своем собственном репозитории, после того, как я публикую там специальный подписанный мною тег и дам специальную команду нашей сборочницы, сборочница соберет из этого пакет, вот этот самый таббит. Я им, кстати, пользуюсь на лекциях по сетям, это вот эта вот большая кошечка с таббами. Вот. Ради этого я его и собрал, если честно. Ну вот, значит, в это время прикатывается еще один апдейт. У меня, как видите, у меня, как видите, origin, то есть тот репозиторий, который как бы мной публичный, куда я пушу, это место с репозиторием от пакета. Соответственно, второй удаленный репозиторий это место с апстримом, откуда я оттуда мержусь, вот, перенакладываю свои патчи, точнее, они сами перенакладываются в процессе мержа, обновляю спек, пушу вот сюда, публикую, говорю с божественной собирай новый пакет, она собирает новый пакет. Теперь представьте мне обратную ситуацию, да, когда у нас пришелсорс, это я, это я апстрим. У меня есть какое-то количество разработчиков, которые присылают мне пулреквесты. Что я делаю? Я оформляю их репозитории как удаленные, все, у меня вот этот гидремоут покажет оригин и еще немножко чужих репозиториев под названием там Вася Пупкин, Пупка Васькин, в общем, это мои, мои, значит, коммитеры. И когда мне соответствующий коммитер скажет, вот, пожалуйста, помержся оттуда, я просто скажу, окей, давай, вот, гидмерш, Пупка Вася Пупкин, ветка такая-то, коммит такой-то. Все. Вот. Так примерно устроена команда гидремоут. Вот. Вот тут вот. А. Вот тут вот про нее какой-то рассказ волшебный. На атласе. Вот. Но нам с вами главное знать, что у вашего репозитория, вот, локального на машине, на которой вы занимаетесь разработкой, вполне может быть сколько угодно ремоут-репозиториев удаленных, вот, в том числе несколько, в которых вы имеете право пушить, только непонятно зачем. Вот. И при классической схеме один из них это тот, куда вы публикуете свои изменения, а остальные это откуда вы мерзете еще изменения. Точно так же это работает и в группе. В группе есть один репозиторий, ваш публичный, а все остальные это то, с чем вы мерзетесь. Вот. Вся вот эта схема может быть сильно упрощена, если вы работаете с одним конкретным гитхабом вы просто жмете кнопочки. Понажайте кнопочек, все это у вас автоматически происходит. Такие дела. А может, тогда почему вы говорили, что нет у гита возможностей с мерзш реквестами и полреквестами? Что такое мерзш реквест? Это уведомление о том, что в каком-то репозитории что-то появилось. Хорошо. Уведомление послать... Да. был проект прямо поверх гита изготовить мессенджер, который бы это делал. Он просто смотрел бы, а вот не появилось ли что-то. Как бы мессенджер. Вот. И он даже существует, этот проект, но поскольку я даже забыл, как он называется, видимо, он не шибко популярный. Такие дела. Вот. Скорее всего, да, если прям жестко-жестко придерживаться вот этой открытой модели разработки без использования хостинга, то на самом деле не так уж сложно это и сделать. Вы просто регистрируете, вы всей вашей командой публикуете репозиторий, в каждом локальном репозитории, на котором ведете разработку, все остальные оформлены как гитремоут очередной, и вы просто в телеграммке переслаете идентификатор гит этого самого комит-ид и просто мерзшите с этим комит-ид каждый день. раз и не парится. Или так. Бога ради. Такие дела. Ну вот. Это значит, что касается гита. У нас есть полчаса на одну мутную тему, которая, в общем, простая, но мутная. Эта тема уже связана с питончиком и с домашним заданием. Если есть какие-то вопросы по гиту, задавайте их, пожалуйста. похоже, нету. Ну что ж, значит, помните, мы в прошлый раз говорили, что сервер сетевой написать довольно просто, особенно если вы пользуетесь каким-нибудь стримс из АСНКО. Да, эта вот, эта картинка, она прям такая вот, давайте мы на нее посмотрим, просто еще раз убедимся, что она примитивнейшая, при этом примитивнейшая в жанре любимого АСНКО. Да, вот. чего в этом тексте нету, так это собственно работа с сетью. Вот как в коде, который пишете на АСНКО по рутине нету плагировщика заданий, также в коде, который пишете на АСНКО стримс, нету работы с сетью совсем. Вы говорите, сервер сервери. А он серверит. Как он серверит? Он принимает сетевые подключения по этому порту, по этому адресу. Делает listen, делает accept. После каждого акцепта запускает обработчик, и в этом обработчике опять ничего про сети нет. Да, вы говорите, отсюда читать, сюда писать. Все. Удобно. Ну вот. Так вот, мы говорили о том, что сервер написать просто, а клиент написать непросто. Вот. В чем проблема клиента? Казалось бы, берешь CMD наш любимый, он уже все за вас сделал, он строчку вводит, его можно посплитить, его можно даже там проинтерпретировать как команду, все что угодно, неважно, или там, библиотеку, если это команда, которая управляет сервером, отсылаешь команду серверу, все красиво. Вопрос. Если сервер вздумал прислать вам сообщение, пока вы сидели, значит, набирали команду, что с этим сообщением делать? Ну, наверное, его надо вывести вам на экран. В какой момент его вывести на экран? Прямо, когда вы набираете текст, а если вы отошли пообедать, как мы тогда закончили текст, да, нажал Enter, и тут все 100-500 сообщений, которые вам за это время приходили, вам пришли. Тоже не очень хорошо. Короче говоря, настоящий NITCAD, который внезапно вам на экран показывает все то, что вам пришло по TCP-подключению, независимо от того, что вы там делаете, это не просто технически сложная задача, технически это задача несложная. Это чисто вы не сможете придумать идеальный алгоритм, серебряный пуль не существует. Любой алгоритм, который мы сейчас назовем, будет иметь свои недостатки. Окей, но в нашем случае мы можем сделать другое. Мы можем что сделать? Мы можем, когда вам пришло сообщение, вывести это сообщение на экран, а потом вспомнить, что вы уже успели ввести. и снова его вывести. То есть проимитировать, как бы, что вот этот ввод произошел. И это довольно хрупкая схема, в том смысле, что мало ли что там случится с экраном терминала, когда вы все это будете проделывать. Но, как правило, она работает. Проблема стоит в том, что тем самым мы спускаемся на слишком низкий уровень, который в Linux работает точно, а вот в других операционных системах у вас может быть просто не быть соответствующей реализации, надо посмотреть. Думаю, что не знаю, кстати, надо посмотреть, работает ли это на MacOS, работает ли это на Windows. Да. давайте для начала посмотрим, как это выглядит. Значит, сделаем тупо копипасту, наверное, или давайте не будем делать копипасту, давайте это напишем в реалтайме. Напишем это в реалтайме, я буду все равно подглядывать, естественно, вот сюда, вот, вот, но, да. Ну, как его назвать? Никак. Вот. Значит, в чем идея? Идея стоит в том, что мы сейчас сделаем классический ЦМД модуль, который будет который будет просто работать это что было? Вот так, да? Просто работать, и мы хотим, чтобы пока он просто работал, нам время от времени в асинхронном режиме пролезали на экране сообщенки, которых там пролезают там от кого-то, да? Вот. Но он ничего не делает. Что там у нас? Он только выводит, он ничего не делает, да? Есть только команда эхо, который выводит просто print arc. Все, ничего не делает. Вот такой тупейший, 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 этот самый, вот. теперь мы хотим написать программку, функцию, которая нам время от времени на экран присылает те самые сообщения. скажем, так как только и цемпедлайн, секунду, а цемпедлайн это наш объект, вас. Присылает наше сообщение с таким-то тайм-аутом столько-то штук. Да? for e-in range dot count print ну, что-нибудь такое, да? А, там еще месседж должен быть. Или тут нету месседжа? Да, месседж. И месседж. Time wait timeout. Кстати, надо импорт time сделать. Да, ну, сейчас сделаем. Спасибо. Вот. Это time, а это это слово timeout, с которым я не справился. Вот. Значит, для того, чтобы вся эта фигня происходила в реальном времени, то есть параллельно, давайте мы ее просто в отдельном трейде запустим. Вот. Так. Вот. тут slipany wait, конечно. Спасибо, дорогой. Почему я написал wait? Ну и вот, собственно, дальше мы запускаем, делаем экземпляр класса. Да, запускаем его. цемды луп. Вот. А до этого, собственно, что-то я сегодня плохо соображаю. А до этого, значит, мы делаем процесс, который будет, значит, вот этот спамить нам. вот это лишнее. Раз в три секунды десять раз будет спамить. Наоборот. Да, раз в три секунды будет десять раз спамить. И запускаем его. Этот процесс. по-моему так. Давайте подглядим в спаргалку. Да. Вот. Вот этот плохой негодный код, который сейчас нам будет мешать редактировать командную строку прям или хороший, годный. Ой. 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 Я тебя хелп нажал. Ну, короче, вот это вот то самое, чего не должно происходить так, по идее. Вот. Что мы должны сделать? Мы должны научить вот эту вот спамилку не просто выводить сообщение на экран, а выводить сообщение на экран, а потом вводить все то, что мы успели ввести. Это не так просто, но можно попробовать. Для этого нам нужно, как я уже говорил, пробраться к значит низкоуровневому представлению о чтении с экрана к библиотеке ReadLine. Вот. давайте это сделаем. Так, сообщение мы вывели. Да, нам, видимо, придется передать передать в качестве параметра тот объект, который вводят, потому что, например, нам prompt надо будет из него вывести. принц. Что мы печатаем? Мы печатаем ReadLine Get Input Buffer, что ли? GetLine Buffer. Давайте потом это сделаем. Можно и так. С зачисткой экрана есть проблемы. Нет универсального способа зачистить экран. В разных терминалах команда зачистить экран, вернее эскип последовательность зачистить экран может выглядеть по-разному. Люди, которые программируют на питоне, они называются питонисты, они про это, как правило, просто не знают. Они хардкодят соответствующие эскип последовательности, которые им известны, в код, после чего это иногда работает. Почти везде. Нельзя сказать, что сама ситуация, что есть на свете много-много-много разных эмуляторов терминала с разными управляющими последовательностями. Это хорошая ситуация, но она такова до сих пор. Такие дела. Я вот буквально на днях, когда вот эти лекции по сетям, я только на прошлой лекции по сетям сдался и вот такие эскип последовательности вставил в профиль, потому что они не везде работают. Я хотя бы убедился, что там, где они не работают, они ничего не портят. Такие дела. А с очисткой экрана все еще хуже. А еще, кажется, проб надо оттуда вынуть. Промпт оттуда надо вынуть. То есть вот так вот. Тогда давайте сразу cmdl промпт это тот промпт, который, собственно, выводится в начале строки. И все, что нас ввелось. Кажется так. Ну и yend равняется, естественно, yend yend равняется ничего. И флаж еще. Флаж true нужен, потому что иначе эта штука вообще может в зависимости, опять же, от работы вашего терминала не вывестись, а застрять в выходном буфере, пока вы перевод строки не выведите. Так иногда терминалы работают. Поэтому надо сказать флаж, пускай он выводит, даже в том случае, если никакого перевода строки в конце нет. так. Я подозреваю, что это все. Ну-ка, давайте пробовать. О! А, только надо перевод строки еще вывести. Так, и что-то мне не понравилось, что она... Ну да, попробуем. Так, ну-ка. Почему два раза ЦМД? Непонятно. Во! Смотрите. Оно, конечно, нас сбивает с толку, но гораздо меньше. Вот. По крайней мере, пока я что-то набираю... О! Как ни в чем не бывало. Такие дела. Дальнейшее, конечно, наше упражнение должно состоять в том, что мы, наверное, как-то будем придумывать интерфейс, чтобы это было еще менее... еще менее страшно и так дальше, но общую идею вы поняли. Только я не понял, почему он два раза ЦМД пишет. А! Я понял. Вот. Да. Ну вот. Такие дела. Смотрите. Почему я про это вспомнил? Почему это вообще имеет какое-то значение? Потому что у нас домашним заданием будет написать клиент к этому самому коровьему чату. Более того, там должно быть комплишн для логина. Помните, в коровьем чате в прошлом домашке вы выбираете произвольный ник, он просто должен быть равен названию коровы. Вот сейчас вам придется, значит, для того, чтобы в клиенте залогиниться, вы скажете логин, тап, он зайдет на сервер, сделает инфо, посмотрит список этих самых идентификаторов, вернет вам и будет его комплицить. двадцать. А можно вопрос? По поводу и по поводу педущей ножки тоже. То есть у нас мы выводим все доступные имена в случае тех, которые тоже заняты? Ну, видимо, нет. То есть там просто на прошлом домашке не было. Это описано? Не было? Ну, слушайте, смотрите, это не очень важно. Да, вы должны осознавать тот факт, что функциональность, которую реализуете, она слегка убогонькая, или там вдруг вас подопрет и вы сделаете круче. Отлично. Но я рекомендую эту домашку сделать, скажем так, не слишком упорствуя, потому что настала пора объединяться в совместные проекты. Совместный проект это некий гид-репозиторий, в котором вы будете реализовывать какую-нибудь приложеньку с заявленной функциональностью. Что это за приложенька? Мне совершенно все равно. Часто люди пишут игры. С играми хорошо то, что вы можете пригласить себя в проект человека, который будет в основном арт рисовать и так чуть-чуть на пятончике программировать, чтобы я не придирался. В этом проекте должны быть соблюдены некоторые требования по ведению гид-репозитории. В частности, я, скорее всего, в этом году буду настаивать, что должен быть пришел сорс и персональный для разработки. Иногда так не делают. Хотя лидеру, разумеется, не нужно два репозитория иметь. и ваша заявка на совместный проект будет принята после того, как вы опишите, что вы собираетесь делать. В описании в этом должна присутствовать постановка задачи на русском языке, желательно, можно на английском. Не больше одного абзаца. Просто в целом, что вы делаете. Описание, чем вы собираетесь пользоваться, совершенно не обязательно потом придерживаться этого описания. Если вы делаете приложеньку, макет интерфейса хоть от руки нарисован. То есть какие кнопочки, где что будет лежать, что куда будет вводить, для чего они нужны. Если вы пишете не гуй, то есть не штуку, в которой будет интерфейс, а какую-нибудь командную строку, значит, что эта команда строка делает, какие у нее есть команды, какие у нее есть ключи и так далее. Вот. Все это надо затолкнуть в redmi.md вашего проекта ну или в redmi, если у вас там ваш хостинг не умеет с md работать, хотя обычно умеет. И вот в таком-то виде прислать заявку вот сюда, вот в качестве баги. Вы прям пишете бага, такая-то, заводите свою собственную багу. Вот примерно так это выглядело в прошлом, где тут слово клоузит, я видел, вот, в прошлом, позапрошлом годах. Красные фонарики Empty Project это люди, которые зарегистрировались, но ничего не сделали. Вот. Вот так это выглядело в прошлом году. А до какого регистрация приходится? Условно говоря, мне все равно. Вопрос в том, когда вы сдавать будете. Понимаете? Потому что, если вы еще так не пробовали, вообще-то написание какой угодно осмысленной приложеньки это много работы. Вы, наверное, так пробовали, пиша какие-нибудь программы для ВКР, вот, но рили, а нет, вы третий курс? Вот. Значит, не пробовали. Ну, предположительно. Да? Но я сразу предупреждаю, что у людей в голове счетчик личного времени примерно в три раза быстрее, чем он на самом деле. Да? Вот. Все надо умножать на три. Поэтому, именно поэтому я прошу вас как можно скорее зарегистрироваться с описанием задачи, а я буду говорить, значит, считаю ли я, что вообще с ней справиться вовремя. Обратите внимание, что в проекте должно быть не менее двух человек. Оптимальный вариант два-три человека, если больше, я начну придираться, зачем вам четыре человека в проекте, вы уверены, что вы успеете вообще в четвером или там в пятером за два месяца что-то сделать. Вот. Два с половиной. Потому что, чем больше человек в проекте, тем на самом деле он идет медленнее. Ну, с учетом умножить на пять делить на новый коэффициент. Ладно. А ограничения по использованию технологий важны? Никаких. Нет, будут ограничения по использованию технологий, связанных с тематиком наших лекций в будущем. Сейчас вам покажу, как это было в прошлом году, вы все поймете. Мы с вами, начиная со следующего раза, будем говорить про соблюдение единого стиля программирования и у вас в вашем проекте должен быть какой-нибудь флейк 8 настроенный, а также педок стайл. Да, педок стайл. Про документирование техническое и пользовательское. Это значит, что у вас должен быть настроен соответствующий документатор, скорее всего, это будет сфинкс. и написаны какие-то кусочки документации. Интернациализация и локализация, говоря по-русски, перевод, и это значит, что у вас, скорее всего, будет бабель. Тесты, как минимум, потребуются юнит-тесты с покрытием. И некоторая автоматизация и оркестрация. Те из вас, кто доживет до... Те из вас, кто доживет... Ну, в смысле, если это 321 группа, то от вас точно потребуется, а бывают еще 4-6 курсы, у которых уже в мае месяце, в мае месяце или даже в конце апреля сессии. Еще потребую, чтобы вы собрали из этого колесо вилл, которое можно поставить на чистое окружение, оно бы там заработало. Вот. Вот соблюдение всех этих принципов скорее всего, будет достаточно жестко. Ну, например, например, я раньше говорил деплойте как хотите, ко мне люди приезжали и показывали, ну, значит, вот докер запускаешь, в этом докере что-то делаешь. Нет, давайте через колесо все будет ставиться. Вот. Не надо деплойть через докер. Значит, общий способ выставления оценок по... Я еще доредактирую этот самый критерий приемки семестрового проекта и выложу их просто. Можете посмотреть, какие они были в прошлом году. Немножко они изменятся, но не сильно. Общий принцип выставления оценок такой. У вас будет, условно говоря, 6 баллов из 5. Ну, или там N плюс к баллов из N вас. То есть вы можете по какому-то из этих направлений, ну, например, в вашем проекте не предусмотрен перевод вообще, вам нечего переводить. Окей, тогда вы показываете домашнюю задачку с переводом. Да? Или даже не показываете, но получаете минус балл. Вот. Раньше было так, что было 6 баллов из 5, соответственно, за минус балл можно было получить оценку вот он вполне. Или так случилось, что вы социофоб яростный, и вы не смогли ни с кем объединиться. Вы получаете минус балл за совместное ведение проектов, но если все остальное у вас отлично, вы получаете все еще отлично. Примерно так это будет устроено. Ват. Хотя я бы не рекомендовал вот этот последний алгоритм, просто потому, что наш цикл, наши лекции называются совместной заработкой, и одна из задач, которую, наверное, вы хотите для себя решить, это чуть-чуть попробовать в эту совместную заработку и RealLife. До тех пор, пока эта RealLife к вам не пришла, не посадила вас за стол, не заставила совместно разрабатывать по 8 часов в сутки. Это будет гораздо более унылое мероприятие, чем то, что я вам предлагаю. Вопросы по проекту, пожалуйста. Еще раз, у нас получается требование, что мы должны сделать просто какое-то приложение, уходим, бывает окошко, в нем можно что-то делать, либо вот строк в ЦНД. Либо Telegram-бот, что хотите делать. Важно, чтобы был просто интерфейс, чтобы ты, ну, как бы, взывал. Важно, чтобы им можно было воспользоваться, чтобы я мог это проверить. Значит, это одна из задач, а второе, это что весь этот проект нужно реализовать с... Соблюдением некоторого списка дисциплин, да. Которое вы как раз будете дальше рассказывать. Да, 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 именно так. Словно, юнит-тесты нам... Да, 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 тестирование, интернетизация, документирование, тестирование, соблюдение стиля программирования, стил оформления текста, прийти в ней дипломент. А, окей. То есть, если что, можно выбрать какую-то не очень сложную тему, ну, сделать как бы гранатно-аппаратно. Ровно так. Я вам даже больше скажу. Мне, в принципе, не очень важно, какая содержательная часть вашей работы. чем она будет вам интереснее, тем вам будет приятнее с ней работать. Это проверено. Поэтому часто люди действительно игрушки делают. Хотя, сразу скажу, игрушка – это реально много кода. Реально много. Так получилось. Вот, а еще вопрос. если когда придерживаться стиля разработки, что есть один, ну, человек, который следит за репозиторием, вот, основной, да. То есть, предположим, если мы разделяем лицем на парапор, просто я плохо представляю, как в этом случае... Да, очень просто как раз. Кто-то из вас лит, а кто-то из вас шлет Пурлой Квеста, и все. И это как раз просто. Потому что два человека или три всегда могут договориться. Когда, в какой момент, там, в телеграммке, через гитхапчик. Проблема начинается тогда, когда людей в команде пять, и один пообещал сделать всю математику, и ничего не сделал. А там же надо, чтобы оно работало уже вот где-то посередине. К моменту тестирования нужно, чтобы оно уже работало. А он не сделал. А код-ревью нужно будет делать? У нас не будет отдельного разговора про код-ревью, поэтому... Там же нечего разговаривать, просто на плюсик, нажал в этом. Да, да, да. То есть, не нужно обязательно, да? Обязательно не нужно. То есть, я это проверять не буду. А документация на русском, на английском, как бы... Как хотите. Более того, кстати, есть такая тема, что если у вас в самой приложении не предусмотрен вообще интернационализация, в смысле локализация, потому что, ну, не знаю, это какая-то библиотека, переводите документацию. Хотя бы чуть-чуть. Да, еще одно послабление. Если у вас много-много-много-много текста, весь его переводить не надо. Ну, потому что труд-переводочка на самом деле это еще один, еще один, еще одна жизненная ситуация, где надо умножать, причем не на три, а на пять. Вот ваше представление о том, как вы переведете текст по времени, надо умножать на пять. Это как человек, который перевел три книжки, говорю. Вадь. Значит, то же самое, на самом деле, раньше относилось к тестам, но потом я посмотрел и решил, что, наверное, я буду требовать большое покрытие тестами, потому что иначе... А у нас есть эти условия, что надо юнит-тест использовать, а не пай-тест? Нет, нет такого. И можно поэтри использовать, а не теканф? Значит, поэтри использовать можно, с тем исключением, что я от вас попрошу все вот эти стадии сделать так, чтобы у меня они заработали, чтобы я сам их мог проделать. С поэтри проблема в том, что поэтри это такой комбайн, который делает все, и вы не знаете, как. Но вообще он бы много покошен на ТПН. Он, поэтри, это инструмент для практикующих разработчиков. Он в нем забит некий workflow, и торчат наружу ручки, которые вы дергаете, он все делает. Вопрос только в том, насколько он доберетесь ли вы до нижнего уровня от него. То есть не то, чтобы я против поэтри, я его, в общем, даже отчасти рекомендую, но я не рекомендую его использовать именно в этом проекте. Хотя, если вы там к нему привыкли, пробуйте. Люди защищали проекты, сделанные с помощью поэтри. И на линтера тоже ограничений нет? На линтера тоже ограничений нет, нужно только что, ну, нет, нет. Там нужно только, чтобы они линтери и код, и докстринги. Ну вот, примерно так все это и будет. Тут пока ссылка на требования, ссылка на требования пустая, но я постараюсь за сегодня-завтра скопипастить с прошлого года, пандифицировать, поправить все тудушечки, добавить туда жесть, а то мне в прошлом году показалось, что она слишком нежесткая. Еще вопрос? А еще есть вопрос, я тогда не очень понимаю, вот все домашки, которые были до этого, это просто надо практиковаться, они никак не влияют на эту работу? Вот это я как раз хочу изменить. Я хочу, как минимум, чтобы они у вас а были, б условно вовремя были, вот, и вы, это то, что я говорил с самого начала, вы можете, если у вас соответствующие, поддержки соответствующей фичи в этом самом вашем проекте нету, показать домашку, в которой она есть. Бац. Но это, это правда уже, ну такое, да, все равно львиную долю вашей оценки займет все местровые проекты. Бац. Ну, все тогда, значит, у нас сегодня лекция специально была укороченная, потому что, не специально, у нас сегодня лекция была укороченная, потому что я все лелею надеждой, где, когда-нибудь начать что-нибудь такое общее объяснять про вот эти вот работы с гитхабом, гитлабом и всем остальным, ну там, про утилиту гитхаб, например, гхи, вот, но пока что, глядя на них, я понимаю, что если я про нее что-то расскажу, это будет знание о том, как работать с конкретной утилитой гхи, а о том, как работать с гитлабом, с ордхатом и всем остальным, никакого понятия из этого не получите, поэтому, ну и вы нафиг. Гитхаб, это, кстати, тоже разработка от линукса, или, гитлабом нет, гитхаб это совершенно отдельная контора, никакого отношения к линусу не имеющим прям совсем, вот, давайте, у меня есть минута, я ее потрачу на то, чтобы рассказать, что с очень давних пор существовали такие штуки, как открытые движки для публикации свободного кода, сначала он назывался фрешмид, потом он назывался сорсфорш, это совершенно разные движки, идея стояла в том, что люди могут по определенным правилам туда помещать свои проекты в исходнике, чтобы другие люди могли их оттуда скачивать, в случае, если у вас нет возможности сделать собственный сайт, прям сайт, самому плану за него платить, вот это все, вот так это выглядело там 30 лет назад, вот, в какой-то момент до людей дошло, что эти же самые движки, вообще говоря, предназначены, могут быть отлично предназначены, в том числе и для хранения исходного, не просто исходного кода, а для хранения репозиториев в каких-нибудь системах контроля версий, типа того же SVN, вот, то есть предоставлять одновременно и хостинг для публикации там исходников, и он же хостинг для там, SVN, чего-то там, вот, потом для людей в какой-то момент дошло, что SVN это, в общем, не очень удобная штука, особенно для ситуации свободной, открытой разработки, где сообщества размазаны по всему миру, и надо бы использовать какие-нибудь распределенные системы контроля версий, и тут внезапно как раз прилез Линус со своим ГИТом, и этот ГИТ просто по мрачительной скорости полез вверх в смысле популярности, вот, и придумали как раз вот там, после SourceForge, еще чего-то, придумали ГИТХАП. Поначалу это был просто такой хостинг ГИТ-репозиториев с некоторой информационкой, а потом туда пришел бизнес и сказал, вокруг этого можно устроить нормальный workflow рабочий. И там, значит, вот стала развиваться вся вот эта вот инфраструктура, не связанная вообще с хранилищем, да, все эти, значит, возможность сделать сайтик свой собственный с помощью ГИТХАБа, ГИТХАП ПЕЙДЖИС, вот, запускать всякое всякое тестирование на произвольных операционных системах, ГИТХАП АКШЕНС и так далее, и так далее, и так далее, вот. Чем он, собственно, сегодня является хозяином ГИТХАБа, если вы узнаете, является Микрософт, так, ни много, ни мало. Добавцы. Ну что ж, мы, кажется, вызвали все свое время, у нас удивительным образом удивительным образом в чатике был абсолютная тишина, только сокращенец, как всегда, высказался. Ну что ж, если больше вопросов нет, спасибо. В следующий раз мы уже поговорим об первом попавшемся инструменте, в данном случае это будет линдер. Спасибо. Продолжение следует...